Музыка Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил колымчанам ключи от новых квартир в посёлке Сокол. Раиса Мазур проработала много лет воспитателем. Её муж Григорий в своё время строил колымскую ГЭС. У супругов уже взрослые дети, четыре внука. Семья прожила в посёлке Уптар 18 лет, а два года назад дом признали аварийным. На заселение в новое жильё пришли с кошкой. Такова традиция, отмечают супруги. Хоть прошлая квартира была больше, семья всё равно довольна. Ну, конечно, у нас там было три комнаты, но мы согласились на двух. Я так, вдвоём, нам достаточно посчитали. И, в общем, мы рады. Ключи от новых квартир получили 11 семей. В дома по улицам Гагарина и Королёва планируют заселить 60 семей из разных районов Магаданской области. Квартиры – одна, двух- и трёхкомнатная. Ленинградская планировка. Как отмечают жители, в посёлке долгое время ничего не строили. Теперь же Сокол всё больше и больше благоустраивают. Мне очень понравился первый этаж. Хоккейная коробка, тут же будет и раздевалка. Очень близко всё, удобно. Но и сейчас рассматривается вопрос, как использовать помещение первого этажа. Оно образовалось в результате того, что здесь был технический этаж, неэксплуатируемый. Сейчас его привели вот в такой вид. И это может быть очень интересное, специальное какое-то учреждение в посёлке Сокол. Годами в посёлке стояли недострои. Теперь же это новые, комфортные для проживания дома. Благодаря тому, что в Сокол будут переезжать жители из других районов, количество людей в посёлке возрастёт. А значит, нужно больше рабочих мест, мест в садике и школе. Готов ли к этому Сокол? Да, новые работники. Мы надеемся, что учителя, врачи, работники социальных служб наших, может быть, строители хорошей сантехники будут с удовольствием, ЖКХ их возьмёт к себе. Конечно, это большой приток населения. Да, и детский садик у нас есть резерв. В жилищном фонде посёлка более 35 многоквартирных домов. Строительство не закончится, отметил Андрей Кудинов. Инфраструктура будет только улучшаться. Появится сквер рядом с новым домом. Устранить последствия циклона нужно оперативно. Мэр Магадана Юрий Гришан провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Погода буйствовала недолго, однако кое-что в городе всё-таки пострадало. Оторвались несколько козырьков, разрушены строительные леса. Кроме того, есть и повреждения в школах. По учреждениям, по крайней мере, опрашивали. Всё целое. Только в 15-й школе, в спортивном зале выдавило одно окно. Подрядчик уже выезжал. Завтра, если погода позволит, он окно это вернёт на место. И процесс с понедельника будет возобновлён в этом спортивном зале. А остальным учреждениям всё на месте. Спасатели напоминают, при сильном ветре и метели из дома лучше не выходить. 4 декабря в районе Олы ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки в отношении директора коммерческого предприятия. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия было установлено, что с марта по май 2018 года возглавляемое им общество с ограниченной ответственностью выполняло работы в рамках муниципального контракта по реконструкции и модернизации высоковольтной линии санаторий Талая. В акты выполненных работ, которые служили основанием для выплаты денежных средств, предусмотренных муниципальным контрактом, осужденный необоснованно и умышленно включил виды работ, которые фактически не производились, что было установлено в ходе предварительного следствия путем допросов, а также проведения технической строительной экспертизы. В ходе следствия мужчина не признавал свою вину и отказался от дачи показаний. Однако уже в ходе судебного заседания, по тяжести собранных доказательств, он принял решение о добровольном возмещении причиненного ущерба. Приговор суда вступил в законную силу. А в результате указанных преступных действий бюджету Хасынского городского округа причинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей. Приговором Хасынского районного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафом 500 тысяч рублей. Более 4,5 млн рублей магаданский пенсионер перечислил мошенникам. 55-летний житель областного центра обратился в дежурную часть. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о сомнительных операциях по счету. Также специалист сказал, что на пенсионера оформили кредит. Звонивший убедил пенсионера, что для того, чтобы злоумышленники не успели оформить на него кредит, необходимо сделать это самому как можно скорее, а затем перечислить средства на безопасный счет. Доверившись сотруднику банка, гражданин оформил кредит в размере 5 млн рублей и посредством банкомата перечислил на счета, указанные звонившим, 4 млн 662 599 рублей. После этого связь с ним прервалась. Следователи возбудили уголовное дело мошенничества. Максимальное наказание – лишение свободы на 10 лет. Сотрудники полиции предупреждают, банковские работники никогда не звонят клиентам с информацией о подозрительных операциях. Если вам рекомендуют перевезти деньги на какой-либо счет, это мошенники. Лучше прервать звонок и обратиться в кредитную организацию самостоятельно. В Магадане очень переменчиво. На этой неделе Каламас столкнулась и с циклоном, и с антициклоном. Я просто в восторге от того, как у нас чистят дороги. Типа по-другому просто не походишь. Это единственный способ передвижения. Так какая же погода будет в выходные в Магадане? Мы узнали вместе с жителями областного центра. 4 декабря, суббота в Магадане, днем от 14 до 12 градусов мороза. Ночью до минус 20, ветер слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление низкое 740 миллиметров в ртутного столба. В воскресенье 5 декабря в Магадане температура воздуха ночью до минус 33, днем до 20 градусов мороза. Атмосферное давление очень низкое, 738 миллиметров в ртутного столба. Гладность высокая, 77 процентов. Но это зима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова